Добрый день! Сегодня у нас опять очень интересная тема. Мы поговорим о ньютоновской и неньютоновской жидкости. Название дано в честь Исаака Ньютона в связи с его законом о вязкости или внутреннем трении. Если в движущейся жидкости ее вязкость зависит от ее свойств и от температуры, то такие жидкости называют ньютоновскими. Ньютоновские – это большинство жидкостей, которые мы привыкли видеть в быту каждый день. Вода, сок, чай, кровь, спирты и другие. Сейчас вы видите пример неньютоновской жидкости. Если жидкость состоит из крупных молекул, образующих сложные структуры, то при ее течении вязкость жидкости зависит от разных внешних факторов. Например, вязкость неньютоновской жидкости увеличивается при уменьшении скорости тока. Вязкость увеличивается также при увеличении давления на жидкость. Обратите, пожалуйста, внимание на звук отпадения мяча в ньютоновскую и неньютоновскую жидкости. Забавно, не правда ли? Так как же отличить ньютоновскую и неньютоновскую жидкости? Существует ряд физических форм, но в домашних условиях, где все более-менее приблизительно, вы можете использовать следующий способ. Если вы ложкой проведете по жидкости, а за ней, за ложкой, останется углубление, которое со временем заполнится, скорее всего, речь идет о неньютоновской жидкости. Это, например, мед, сгущенное молоко, йогурт определенного качества. Рецепт, как вы можете приготовить неньютоновскую жидкость дома, вы найдете на интернет-страницах Института обмена информацией. А в следующий раз мы поговорим о резонансе с шумами. Всего доброго! До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова